Я в команде лидеров. По таким названиям в этом году прошла городская школа актива «Твое время» для работающей молодежи. Ее участниками стали 50 человек в возрасте до 35 лет. Психологические тренинги, мастер-классы, коллективные конкурсы на команды образования, деловые и спортивные игры. Все это объединило молодых людей на одной из загородных баз отдыха. Солнце, свежий воздух и хорошее настроение. Так стартовала школа актива «Твое время». На открытие приехал мэр Белгорода Сергей Баженов. В разговоре с молодыми лидерами он отметил, молодежь – это настоящая города. От ее инициатив и идей зависит, насколько удобной и комфортной будет жизнь в областном центре. «Умному городу умная команда», – подчеркнул Сергей Баженов. Люди возрасте до 35 лет должны активно включаться в работу управленцев. Для этого необходимо активизировать деятельность молодежных советов всех 27 городских округов. Глава администрации также предложил провести этой осенью выборы в молодежный парламент, посредством которого молодые люди смогли бы решать насущные проблемы. «Мы строим город добра и благополучия. Мы строим город удобный и комфортный для жизни горожа. Каждый горожанин – это индивидуум, разный по многим параметрам, в том числе и возраст. Ваша задача пока – построить город, удобный для вас. Вот с этого и на этом начали. Как только появится вот это элементарное понимание, что не для каких-то будущих поколений, не для каких-то там вот будущих россиян, а сегодня и для вас, тогда есть возможность считать, что у нас появятся последователи, что у нас появятся люди, которые захотят это делать более энергично». В первый день работы школы прошли презентации проектов. Председатель Белгородской областной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Владислав Стоцкий представил свою, уже существующую модель Совета молодых специалистов. На его предприятии молодежная ячейка работает два с половиной года. В ее составе почти две тысячи человек в возрасте до 35 лет. Они занимаются наукой, разработкой новых подходов и методов в работе. Организовывая досуг сотрудников предприятия, оказывают волонтерскую помощь нуждающимся. «Все довольно просто и банально. Есть люди, есть актив, который готов участвовать, идти вперед с головой на какие-то новые совершения, для того, чтобы сделать свою жизнь на предприятии, как не только сделать, а разнообразить свою рабочую деятельность с какими-то интересными моментами. Создание корпоративной культуры и какое-то все-таки развитие личностное человека. То есть не только сидеть, то есть все мы хорошие специалисты, и все готовы развиваться не только в плане рабочих, но и в плане каких-то личностных качеств. Евгения Мирошников рассказала о Совете молодых ученых и специалистов. Общественная организация работает больше полугода, и ее основная цель – объединить молодых и интересных людей, готовых реализовывать свои амбициозные идеи. Общественная библиотека с современной литературой, центры молодежного инновационного творчества, на базе которых школьники знакомятся с наукой, а также каворкинг-центр – место, где будут проходить встречи, мастер-классы с учеными, предпринимателями и успешными людьми. Все эти программы и идеи уже частично реализованы Советом молодых ученых. Задача именно вовлечь молодежь, показать, что они могут стать успешными, а в том числе и в городе Белгород, не надо никуда для этого уезжать. А будет ли он участвовать во всех наших встречах, или же, допустим, он поучаствовал в каких-то наших мероприятиях, и мы его зарядили позитивной энергией, и это помогло самореализоваться, это для нас успех. Второй день стал для участников школы образовательным. В гости к работающей молодежи пришли успешные люди города. В числе первых поделила своим профессиональным опытом Татьяна Продиус, первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единороссов», а в прошлом председатель городского союза студентов, не понаслышке знает, как работать в команде и быть ее лидером. Они все лидеры по натуре, но мы объясняем ребятам, как важно быть плечом к плечу в команде, потому что от функции каждого, от настроения каждого зависит одно большое общее дело, которое делает либо организация, либо предприятие, либо город в целом. Быть в команде – это успешно выполнить дело. То есть не быть в команде такого понятия в любом мероприятии недопустимо. Быть в команде – значит иметь все. Не быть в команде – значит быть одиночкой, быть неудачником. Начальник отдела партийного строительства регионального исполкома «Единой России» Алексей Красовский рассказал молодым людям о лидерстве. Несколько десятков благотворительных и волонтерских акций, веселые игры, состязания и даже строительство спортивной площадки с помощью подручных средств. Все это Алексей смог воплотить в жизнь только лишь благодаря своим лидерским качествам. Председатель молодежного совета территории номер 21 создал успешную команду и стал во главе. Я считаю, что лидер – это тот человек, который способен повести за собой команду, который может зажечь коллектив, четко донести задачу, определить задачу и вместе со своей командой сплоченно идти к поставленной цели. И лидер – это тот человек, который в случае какой-то неудачи, он никогда не будет, скажем так, впадать в панику. Он с холодной головой проанализирует ситуацию, сделает соответствующие выводы и добьется поставленной цели, поставленного результата. Умение сочетать риторику, артистические способности и психологические техники – это и есть ораторское искусство, по мнению Оксаны Владимировой. Проректор по правовым вопросам и юридическому образованию Белгородского университета Кооперации экономики и право поделилась своим опытом оратора. Практикующую юрист и медиатор она знает, от умения грамотно использовать технику речи во многом зависит будущее любого лидера. Я очень рада нашей встрече сегодняшней с ребятами. Я полагаю, что, конечно же, такие встречи не могут не приносить позитивный и положительный результат. Ведь для того, чтобы добиться успеха в какой-то сфере, очень важно обладать необходимыми навыками, компетенциями. И это хорошо, когда они есть от рождения, некая харизма. Но есть такие качества, которые нужно приобретать путем получения знаний, применения этих знаний на практике. И вот я считаю, как раз ораторское искусство, умение правильно и красиво говорить – это то самое качество. Предприниматель и блогер Александр Пыш поделился своими профессиональными навыками. В образовательном блоге программы «Школа актива» Александр рассказал о креативе и его значении в работе команды. Безусловно, любой лидер должен иметь навыки креатива, потому что от того, насколько он чувствует идеи, воспринимает интересы своих работников и потенциально может сгенерировать какую-то новую полезную идею, зависит, в принципе, будущее всей той команды, которую он возглавляет. В третий день работы «Школы актива» в твое время молодежь смогла показать свою физическую подготовку. Спортивная программа началась с зарядки, и ее для работающей молодежи провел президент Федерации гиревого спорта Белгородской области Юрий Дичков. После физической нагрузки заслуженный атлет рассказал о своей спортивной карьере и о роли спорта в лидерской работе. Спорт и хорошая работа, конкурентоспособность – это вещи как бы неотделимые. И люди, которые не обладают определенными чертами характера, как достижение целей, командообразование, ответственность, они не могут достичь результата. Молодые ребята, они сейчас обладают очень большой энергией, внутренней такой, но им очень тяжело выразить на предприятиях, потому что у них еще очень мало опыта. И как раз организация спортмассовой работы на предприятиях позволит этим ребятам себя как-то проявить, показать, чтобы в дальнейшем они могли в действительности претендовать на роль настоящих уже лидеров, руководителей. В течение трех дней активисты учреждений предприятий Белгорода знакомились между собой, обменивались опытом и идеями, участвовали в психологических тренингах, мастер-классах, коллективных конкурсах на командообразование, деловых и спортивных играх. Работа школы была активной и насыщенной. Я не ожидала, что настолько будет весело, что будет столько много интересных людей. Организаторам огромное спасибо, что почаще устраивали такие мероприятия. Тренинги, они простые, но они очень сильно объединяют людей, потому что именно как раз на таких мелких мероприятиях знакомишься непосредственно с человеком. Мы здесь получили новые знакомства, познакомились с ребятами, с молодыми специалистами из других организаций. Это большой обмен опыта. Это отличная возможность для того, чтобы как-то расслабиться вот этими летними днями, вечерами, может быть. Общение – это всегда хорошо, это всегда супер. Школа актива для работающей молодежи в таком формате в Белгороде прошла впервые. В нее вошли 50 человек в возрасте до 35 лет. Многие представляют советы молодых специалистов, созданных на базе предприятий и организации областного центра. Главная цель школы актива – объединить работающую молодежь Белгорода. Ребята, все здесь присутствующие, они, конечно же, лидеры, они креативные, они умеют говорить, они умеют общаться, они умеют создавать свою команду. Ребята написали проекты очень интересные, которые, конечно, безусловно, требуют доработки. Мы еще с ними будем регулярно встречаться, дорабатывать, и мы опишем идеальный совет молодых специалистов, который будем уже предлагать на все предприятия. То есть, так скажем, опробированный этот совет. Городская школа актива «Твое время» организована в рамках «Месячника молодежи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова